Террасполь 1931 год. В центре взрывают Покровскую церковь. На ее месте построят театр. В начале 30-х эту территорию расчистили. Построили летний театр. Здесь была открытая сцена и закрытая. Именно здесь в 1941 году произошли страшные события. Вот летний театр на фото 1939 года. Справа летняя сцена. Там показывали кино под открытым небом. В сентябре 1941 в Террасполь вошли фашистские войска. Город оккупировали. А летний театр стал местом сбора и отправления на казнь. Там в начале сентября 1941 года собрали всех евреев города, предъявили они все документы, их пересчитали и отпустили. И когда через какое-то время их опять туда пригласили, они пошли туда, что называется, уже спокойно. Оттуда их повели через весь город Суклейский карьер и там расстреляли. Но это в рамках Холокоста. Во время Великой Отечественной сам летний театр сильно пострадал. Восстанавливать его не стали. После войны тут решили построить новое здание с размахом, в стиле триумф или, как его еще называют, сталинский ампир. Высокие потолки, колонны, отделка натуральным камнем и, конечно, лепнина. Так и сейчас выглядит столичный дом культуры. В советское время, 60-70-е годы особенно, проводились, например, неделя эстонской культуры, где-то вот, например, в Молдавии. Неделя русской культуры. И в этом ГДК выступали Зыкина и хор Пятницкого. И то есть это был действительно такой вот центр культуры города. В 97-м столичный ДК реставрировали и стали называть дворцом культуры.